Детапод рековерд. Приветствую тебя, уважаемый зритель или дорогой друг. Ты на канале Проток Виртуалис. Цель захвачена. Предлагаю твоему вниманию вторую сюжетную линию Стармагеддон Проект Земля. Приятного просмотра. Ты в первый раз видел Ведичи? Да, но я много о них знаю, хотя раньше никогда и не встречал. И они настолько развиты, что по существу игнорируют наши попытки установить контакт. Я знаю, что они проявляются в окрестностях каждые два года. Хе-хе, я еще не слышал, чтобы кто-нибудь называл Галактику окрестностью. Похоже, что мы с тобой неплохо заработаемся. Во всяком случае, юноша, помни, не горячись и будь внимателен. Их врата только что проявились, и мы вскоре ожидаем их корабли. И что же нам делать? Ничего, мы просто присмотрим за ними. Они сделают свои странные дела и вернутся домой. Как обычно. Говорят дьяволе. Проклятие. Они уже доставили пять кораблей. Странно. Обычно они привозят только два. Мой шестой. Они улетают. Выдвигаемся. Помни. Не кричись. Как тебе это понравилось? Хе-хе-хе-хе. Ай-хе-хе-хе-хе-хе. Ай-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-ххе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Есть кто-нибудь? Это ЗАЕВ. Это ЗАЕВ. Кто-нибудь слышит меня? КАКОЛА Это Заратас Дэн. Рад, что идея насчет Фрат Витичи пришла в голову не только нам. Нет. Именно так, Заратас. Кто ваш командующий, Сегмет? Да, сэр, но командующий Сегмет не присутствовал во время атаки. Поэтому нам было приказано совершить прыжок без него. Сейчас я командую этим кораблем. Тогда я принимаю командование. Вы видите на своем сканере комету? Она уже очень близко. Да, сэр. И как эта комета прошла сквозь врата? Не знаю, сэр. Эта комета была довольно далеко от поля боя и летела совершенно в другую сторону. Но по непонятной причине она развернулась и направилась прямо в облака. Да. Наши люди на той стороне врат уверены, что комета управлялась какой-то новой технологией Витичи. Но зачем? Если Витичи хотели уничтожить врата с помощью кометы, то у них ничего бы не вышло. А если они хотели отправить комету сюда, то зачем? Мы не знаем, сэр. Сэр, приближается к неизвестной коре. Видите? Ну ладно. Я думаю, что мы сейчас встретимся с нынешними хозяевами этой системы. Я предлагаю войти в хвост кометы и там спрятаться. Может быть у нас будет шанс на неожиданную атаку. Но, сэр, зачем нам нападать? Соблюдайте радиомолчание на всех каналах. Немедленно заводите свой корабль в хвост кометы, а я присоединюсь к вам, тогда ситуация прояснится. Я хочу, чтобы все чужие были как можно скорее уничтожены. Никто не должен знать, что мы здесь. Не покидайте хвост. Больше у нас нет укрытий. Сэр, вы наконец-то здесь. Слава богу. Вижу, вы неплохо справились с ситуацией. Да, но ненадолго. Мы за теперь приближающийся корабль носить за врагов и вскоре ожидаем еще одну атаку. На этот раз корабль, скорее всего, будет уничтожаться. Поэтому победить будет сложнее. Ха! Тогда мы должны изменить план. Больше нет причины прятаться в хвосте кометы. Откройте вход, я беру ваш корабль под прямое командование. Выходите из хвоста. Давайте установим контакт с этим кораблем чужих. Сэр, вы согласны, что сначала нам лучше поговорить с ними? Когда я говорю контакт, я имею в виду прямой контакт наших ракет с их кораблем. У кого-нибудь еще идиотские вопросы? Тогда вперед! Активирован, ламбой! Так-так, похоже, что эта голубая планетка скоро будет нашей. Нашей новой родиной. Новой родиной? Интересная выясня. Ар-Ад, рад снова видеть тебя. Как ты сумел уцелеть после Витичей? Витичей ушли из России. Они убили почти всех, а потом ушли, как ни в чем не бывало. Но я заметил, что в стороне Афра, ведущих на их родинах, есть еще одна, поменьше, зовущая в неизвестность. Я понял, что кое-кто из нас мог бы использовать их. Так как наша планета все равно мертва, я решил прыгнуть. Прекрасно, ты сделал хороший выбор, Ар-Ад. Наша раса должна выжить. Думаю, я нашел новый дом для наших людей. Ты не пытался договориться? Какая раса отдаст свой родной мир? Конечно, не пытался. Единственный способ для нашей расы выжить, это убрать помехи на нашем пути. А эта раса и есть такая помеха. Тебе это не нравится? И подумать только в Академии меня называют Сплитчером. Выживают сильнейшие озера. Ведичи сильнее нас, а мы сильнее этого нового мира, который ты открыл. Именно так устроена вселенная. Простите, сэр. Что такое? Еще один. Пробежайте еще один вражеский корабль. Ага, теперь и мне почувствовать вкус победы. У нас одна и та же кровь, брат. И враги одни. Я буду охранять ближайшие ресурсы на случай, если они понадобятся. Активирован план боя. Неплохо, Ар-Ад. Это была тяжелая битва. Нам нужно время, чтобы отремонтировать корабли. У нас нет никаких нежелательных гостей. Навигаторы! Немедленно проверьте сектор! Сэр, есть еще один корабль, похожий на те, с которым мы уже сталкивались. Судя по его защите, это, видимо, кто-то из командующих армии чужих. Насколько он близко? Мы доберемся до него очень быстро, но есть еще кое-что. Что? Наши разведчики сообщают, что этот корабль строит какие-то врата. Мы не знаем, нужны ли они для его бегства или для вызова подкрепления. Ар-Ад, некогда отдыхать. Я думаю, что нам обоим нужно немедленно атаковать этот корабль, а потом заняться ремонтом. Спасибо за добрый совет, Азель. Больше не нужно давать мне уроков боевого искусства, которые должен знать кадет-первокурсник. Ха! То, что я позволил тебе убить один маленький корабль врагов, не значит, что ты тут главный. Но обсудим это позже сейчас. Время атаковать! У тебя есть выбор, человек. Сдаться или уберечь. Что? Почему ты не сказал, что собираешься разговаривать с врагом? Как? Как вы сумели за такое короткое время выучить наш язык? Есть множество вещей, в которых мы превосходим вас, человек. Вам осталось только сделать выбор. У вас пять секунд. Зачем вы нападаете на нас? Пять. Мне нужно больше времени. Мне нужно знать, что вы сделаете, если я сдамся. Четыре. Давай поговорим. Не нужно драться. Лучше поговорим. Три. Мы не напускаем это. Черт. Кто это? Азель. Он говорит с твоего корабля. Я не единственный, кто не хочет потерять свою жизнь в безболезной беде. Ведь чешири напали на нас. А мы напали на них. Это не смеет необходимости. Наши корабли уже сильно повердены. И даже если мы победим, мы не сможем долго защищать себя. Приготовься, долгий и мучительный плитки, прежде чем я с ним живьем то, что от тебя останется. Тогда вы не оставляете нам выбора. Уходи, человек. Это уже не твоя битва. Ар-Арт, это Митеш. Они пытаются захватить мой корабль. Тебе нужна помощь. Мои охранники исчезли. Я запер дверь мостика, но... О, нет! Они... Масиль, Масиль! Все кончено, сэр! Взрывайте свой корабль! Что случилось с моим братом? То же, что случится с вами, если вы не закончите эту бессмысленную бою! Пусть так, червь, за моего брата! Активирован план боя! Прощай, брат! Навигатор, корабль, носитель чужих вернулся? Нет, сэр! Я не вижу присутствия чужих! Они все еще должны быть на той стороне, брат! Хорошо! Собирай все корабли, и летим сквозь врата! Сэр! Несколько боев, и вся дисциплина полетела к чертям! Ты хочешь получить урок, как давать правильные ответы? Сэр! Нет, сэр! Егут! Егут! Мы должны преследовать врага, пока он еще слаб и напуган! А никогда возвращаемся с подкреплением! Понял? Да, сэр! Идем сквозь врата, сэр! Есть признаки врага! Нет, сэр! Но есть кое-что другое! Обломки кораблей какой-то неизвестны в расе чужих! Или то, что выглядит как обломки! Ты уверен, что это непреследуемый нами корабль? Абсолютно, сэр! Ну ладно! Кадар-Ан! Да, мой лав! Ну хоть кто-то еще помнит, что значит слово уважение! Кадар-Ан! Отбери своих лучших воинов, и проверь эти обломки! Я хочу знать, нет ли у них чего-нибудь на борту! Что мы можем подобрать! Тем временем я отремонтирую корабль! Сообщи, как только прибыльешь к обломкам! Как поживаете, лорд? Кадар-Ан! Немедленно возвращайся! Эта ловушка на нас напали! Возвращайся! Мы тоже подали засаду, мой лорд! Но скоро мы вернемся! Нам всего лишь нужно сначала раздавить несколько жуков! Активирован план боя! Сэр! На наших скандрах снова корабль-носитель в врага! Что? Где он? Похоже, что он возвращается в врата! Проклятие! Следуем за ним сейчас же! Нам нужно убить его, пока он не разрушил врата с той стороны и не оставил нас в этой свалке! Да, сэр! А что с отрядом Кадар-Ан, сэр? Кадар-Ан! Ты жив? Да, мой лорд! Сейчас мы исследуем обломки! Планы меняются! Следуй за мной сквозь врата! Враг может попытаться уничтожить их! Нужно убедиться, что этого не случится! Что, если он успеет уничтожить врата после вашего прыжка? Но до нашего! Мы можем не успеть к вратам вместе с вами! Это война, Кадар-Ан! Да, мой лорд! Я понимаю! Мы попытаемся как можно скорее прибыть к вам! И помочь в битве! Ты лучший солдат, Кадар-Ан! Почти и такой же хороший, как мой брат! Навигатор? Сэр! Готов совершить прыжок, сэр! Вперед! Глупые люди! Вы вправду думали, что можете так просто откидываться от меня? Не мы начали эту войну, а вы! Мой лучший друг и еще кое-кто, кого я любил, мертвы! И даже после этого я пытался уклониться от боя! А сейчас у меня нет выбора! Это верно, человек! Кстати, как ты сумел уйти от наших сенсоров в этой системе на той стороне? Думаю, ты все-таки не самый лучший, да? Ну давай, выясним это раз и навсегда! Активируем план боя! Сэр! Уврат, что-то происходит! Надеюсь, что это Кадар-Ан! Корабль смерти величи? Этого не может быть! Мы не видели ни одного из их кораблей в другом мире! Вводите наши корабли как можно скорее! Вперед! Он идет прямо на нас! Сэр! Он... Он прошел мимо нас без единого выстрела! Я не слепой, пилот! Это... Очень странно! Сэр! Врата снова активизируй, сэр! Кадар-Ан! Рад снова видеть тебя! Малард, вы не поверите! Во блонках кораблей чужих мы нашли их удивительную технику! Наши ученые говорят, что этим старым кораблям должно быть более полный львов лет! Но это, наверное, ошибка, потому что их оружие это то, чего боятся витичи! Сразу после того, как мы приготовились прыгать за вами сквозь врата, появились врата витичи, и сквозь них начали проходить их корабли! В отчаянии я отдал приказ открыть огонь из древнего оружия, чтобы попытаться уничтожить врата! Результат был потрясающим! Врата разорвало на куски, и всего один корабль сумел уцелеть, но вместо того, чтобы сражаться с нами, он прыгнул в наши врата! Я видел его! Он прошел мимо, как будто мы невидимы! Я думаю, они напуганы, мой лорд! Хм, похоже, что ты нашел что-то очень интересное! Что-то, что может побочь вернуть наш дом! Мы должны отправиться за этим кораблем, видячи сейчас же! Он доведет нас до их штаба! Я уверен, что там они ожидают увидеть нас меньше всего! Мой лорд, есть одна проблема! Уничтожение врат обмудрило уровень энергии оружия, и, хотя похоже, что оно само перезаряжается, нам нужно выждать какое-то время, чтобы снова применить его! Простите, сэр, но я думаю, что у нас есть такая возможность! Наши сенсоры показывают, что битчи возвращаются, но на этот раз не один корабль! Их много! Ах, Кадар-Ан! Любой ценой защити оружие чужих, и примени его, когда оно будет готово! Мой лорд, мы останемся и будем сражаться! Вот именно! Хватит убегать! Покажем им тот ад, в котором мы побывали! Вся надежда на твое чудесное оружие, Кадар-Ан! Активирован план боя! Мало энергии! Ох, вкус мести! Но это всего лишь начало! Если бы я только знал раньше, что они настолько слабы, мы и так привыкли к их превосходству, что даже и не пытались сражаться, когда они впервые атаковали нашу планету! Если хотите продолжать драться с Витичи, мой лорд, можете рассчитывать на меня! И я думаю, это очевидно, Кадар-Ан! Но я не уверен, стоит ли нам прыгать в мир Витичи! Ты хороший воин, но не настолько опытный, как мой брат! И если бы он сейчас был со мной! Успокойся, Ар-Ад! Ты знаешь, я не могу постоянно заботиться о тебе! Азель, но я видел взрыв твоего корабля! Витичи не смогли убить меня! Люди не смогли убить меня! А ты почему-то подумал, что меня сможет победить жалкая шайка бунтовщиков! Но даже ты не смог бы пережить в сны! Я так понимаю, что ты сбежал? Не смей думать, что я сбежал! Мне пришлось покинуть корабль, потому что он разваливался! Я хотел связаться с тобой, но потерял сознание! А когда пришел в себя, то был далеко от поля боя! Я не смог найти тебя, потому что решил вернуться в наш мир и поискать тех, кто выжил! И там много наших! К сожалению, нет! Но если мы сейчас победим Витичи, мы можем попытаться снова вернуться домой! Начать все с самого начала! Тебе ничего не нужно говорить, брат! У побежденных нами Витичи должны быть врата! Выходной мир! Вперед! Вперед! У ДВ это было... Вперед! Вперед! Оно! Вперед! Вперед! Это он? Это их мир? Сэр, мы обнаружили еще одни врата Что? Интересно, сколько еще этих врат нам предстоит пройти, чтобы встретить хоть один корабль Витичи? Эээ, не один, сэр Я за всю большую группу Очень большую группу кораблей Витичи, которые направляются сюда Разделяемся, Кадар-Ан, подрядов мини-брата людей, которые мы захватили По сравнению с вратами Витичи, это довольно слабая техника, но все же лучше, чем ничего Как поживаете, лорд? Выкрасим наши корабли в красный, их кровью Активируем ламборы Это Витичи Вам нужно услышать кое-что Да, как вернуться в наш мир после твоего убийства? Нам не нужно услышать о фантомах Мы, Витичи, сомневаемся кирилем существа, очень рады По крайней мере, мы не так думали Пока мы встретились с фантомами Так не знала мы в расчетности Все, что мы знаем, это то, что фантомы пришли История вселенной Электрофункционной цель Использует энтеропия вселенной Они используют не доступный номер, как новый Они не развязываются, но они не развязываются Ради земли вложили И мы ради этого Они уничтожали целые планеты А иногда, даже звезды Когда мы познали мышь фантомов Все, что мы чувствовали, был страх Холодный, смертный страх Но мы уже давно не чувствовали такого Мы настолько превосходили любую другую расу Что ничего не боялись Но самый худший был не страх Мы помнили, что забыли Как его противостоять Как преодолевать нашу славу Как убивать, чтобы самим не быть убитыми И мы разработали план Мы выбрали две самые кровожадные Самые мотивисты И мы пральшим из тех, что знают Волосе людей Мы столкнули в нас друг друга Так вот, почему вы в первую очередь Напали на наш родной мир Но почему вы начали с нас? Не с людей Мы не напрягивали Так импульсивно, так вы А нам нужна была война Мы знали Мы думали, что вы единственные кто Мы не смогли подправить наступающие тьмы И нам просто нужно было освежить давно забытие Вы незамытили Похожие на кулаков объекты Полегшие космосы на каждом поле боя Вы использовали эти устройства Чтобы записывать и анализировать Вашу войну Но не только тактику и стратегию Мы записывали ваши чувства Ваши мысли Мы чувствовали от друг друга Горе потери Радость победы Мы снова ощутили как это Сражаться Мы разводили Те наши примитивные чувства Которые давно спали Ха! Твои примитивные чувства Не подскатывают, что мы Сделаем с тобой через несколько секунд Мы никогда не предполагали Что такое произведение Что мы окажемся в тябре в эту войну И что мы Пролегаем Такая возможность И рассматриванность Мы Никогда Не думали о таком сценарии Вот что случается с теми идиотами Которые думают что они все знают Видимо Вы были не так уж хороши Как сами считали Простиво всем Матхарачцев уступает Нашим белым Очень сильно уступает Но Есть нечто Чего мы Не знаем Вы Знаете как Убивать Вы там гордитесь этим Мы больше Ничем не гордимся А твоя Уживая болтовня Тут не сработает Жалкий чек Улыбнулся на отдельном районе корабля Слишком близки Через несколько уравлений Он Сравнов не истожится Вам Нужно быть подальше Чтобы Не повредить в своей корабле Вам Нужно подготовиться к марку Что Идет Из центра вселенной Теперь фантомы Ваше время Ха Архат Давай немного отлетим А потом подстрелим его А теперь А что если он говорил правду Насчет этих фантомов Я не дурак Архат Я знаю Что он мог говорить правду Но я уверен Что сейчас Наша основная задача Найти путь домой Или Нам придется Начать искать Новый Пока Вместе Пока Мы с тобой Вместе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok